Подружки, привет! Утро началось. У нас экстрима, значит, здесь вот ситуация с игрушками, с нашими корзинами и, конечно же, с пирамидами. Мы начали увлекаться игрой в пирамиды. Так, а ну-ка, слезай. А ну-ка, слезай. Вот, коробку возьми. И давай, стройте пирамиду. У нас, в общем, любимая игра последнего времени – это воины динозавров и монстриков. Монстрики у нас от Гунгву. Это наши подгузники. Заказала недавно 4 коробки. Месячный запас наших подгузников. На Озон, Яндекс.Маркете, Уайлдберриз и где еще? В детском мире. Сейчас предложения очень крутые. Одна целая упаковка, 38 штук, стоит порядка 900 рублей вместо 1400. И также есть очень классные комплекты. Сразу 4 упаковки, месячный запас или коробка на полмесяца. Короче, цены прекрасные, возможности разные. Можно сразу купить на месяц и больше ни о чем не думать. Это очень круто. Да, человек? Что у нас? XL размер до 20 килограмм. И вот так вот выглядит безумно красивая упаковка. 38 штук. Как я уже говорила, таких 4 на месяц нам абсолютно хватает. Учитывая, что ими мы пользуемся и днем, и ночью. Эти подгузники мы сильно полюбили. Просто потому, что Рэм спит порядка 11-12 часов. Ночной сон. И эти подгузники у нас не протекают. И это, конечно, залог спокойного сна. И моего в беременность, что для меня важно. И самого ребенка. Это очень круто. И эти подгузники гипоаллергенные. Очень чистые, без хлора, вредных химикатов. Ну и в общем, нам подошли идеально. Крой у них классный. Они очень мягкие. И уже не говоря о том, что они очень красивые. И дизайн у них действительно очень-очень приятный. И это дико-дико радует. Потому что чем старше становится ребенок, тем больше он обращает внимание на детали. И своих монстриков вот на этих упаковках он очень любит. И поэтому у нас как раз-таки тут происходят разные игры. Ваюшки монстров-динозавров. И в общем, мы как бы находим творческие всякие разные применения нашим подгузникам. Помимо прямого их назначения. Эй! Кто тут с котом? Так, подружки, мы вышли из ванны. И готовы собираться. У нас на самом деле сегодня очень полезное видео будет. Я буду показывать очень много всего классного. Первое. Нам нужно отправиться установить новое автокресло в мою машину. Предыдущее мы поставим в машину к Арсу. И новое поставим ко мне. Потом мы заедем в Алант, заберем покупки для новорожденного малыша. И я еще покажу вам бандажи беременные, которые я купила для себя. Еще покажу вам очень крутые развивашки, которые я купила для вот этого малыша. Они настолько клевые, что я сначала даже не поняла, себе я их купила или ребенку. Так, подружки, сейчас мы... Скажи подруге привет! Скажи привет, подружки. Мы будем менять автокресло. Так, сейчас надену на тебя капюшон. Капюшон, все, двигай. В общем, мы приехали на Орловский карьер, по-моему, так он называется. У нас сегодня задача. Мне нужно поменять автокресло. Итак, наши кресла. Многие из вас меня часто спрашивают, какие кресла я выбрала. И для меня, несомненно, это компания Britax Romer. И в целом, если спрашивать, какими главными пунктами я руководствуюсь, то, во-первых, это опыт и ответственность компании, с которой она подходит в производстве автокресел для малышей. И если мы говорим про Britax Romer, то это, несомненно, компания номер один в Европе, если не сказать во всем мире, и в целом, неважно, какое кресло от этой компании покупатель выберет, кресло будет безопасное, качественное, удобное, как для малыша, так и для мамы. Все потому, что эта компания ответственно, особенно ответственно относится к разработке этих кресел, использует краш-тесты для того, чтобы проверять ударную силу и то, как эта ударная сила воздействует на кресло со всех сторон. И, следовательно, в случае этих кресел я спокойно за своего малыша, во-первых, за его безопасность, во-вторых, за то, что его поездки будут всегда удобными. Первая модель, которую мы выбрали и пользуемся уже больше года, это Britax Romer Dual Fix. Великолепное поворотное кресло, которое поворачивается 360 градусов. Оно подходит для малышей с рождения приблизительно до 4 лет. И это кресло великолепно тем, что оно для малыша, как я уже сказала, безопасно. Для мамы оно мега удобно, потому что оно действительно поворачивается 360 градусов. И неважно, с какой стороны в машине его установить, очень удобно малыша сажать и также извлекать из этого кресла. Плюс к всему, это кресло может быть установлено против хода движения, и когда уже малыш подрастает, это уже после года и старше, можно это кресло установить по ходу движения. Второе кресло, которое мы поставим в мою машину, это Britax Romer Advanced Fix R4. Это новое кресло, которое подходит малышам немного постарше, с 9 месяцев до 12 лет. То есть это кресло с нами будет жить очень-очень долго. И в нем есть ряд также преимуществ, которые я для себя отметила, и, собственно, благодаря которым я и выбрала это кресло. Первое, это, конечно же, его подголовник. Этот подголовник, он очень глубокий и очень здорово поддерживает голову ребенка. Для нас это очень важно, потому что мы часто отправляемся в дальние поездки. И вот сейчас, в июне, нам предстоит поехать из Санкт-Петербурга в Ригу. 12 часов поездки. Я уверена, что ребенку будет удобно в этом кресле не только сидеть, но и также спать, поскольку голова будет очень хорошо поддержана. Помимо удобного подголовника, в этом кресле есть очень много технологических разработок. Такие, как, например, Flip & Grow. То есть это система, которая позволяет ребенка старше и тяжелее 15-18 кг к этому креслу пристегивать не пятиточечным ремнем, который располагается на самом кресле, но при помощи штатного ремня в машине. Система SafeGuard позволит защитить зону тазовой кости и зону живота ребенка в случае столкновения. Система Pivot Link в случае удара направляется силу удара вниз в само кресло, и только потом в кресле ощущается воздействие этого удара, что означает, что ребенок будет намного более стабильнее сидеть, и его шея, его голова и его позвоночник останутся более стабильными в этом кресле, поскольку удар будет амортизирован и поглощен самим креслом. Система Easy Recline подходит для всех детей всех возрастов, и здорово, что здесь можно использовать три уровня наклона этого сидения, начиная от совсем вертикального и заканчивая позицией отдыха ребенка, когда он очень удобно может в этом кресле спать. Конечно же, многие спросят, почему нет вот такой вот совсем уж горизонтальной позиции, для того, чтобы ребенок мог максимально удобно спать и не просыпаться в поездках. Ответ очень простой – это просто-напросто небезопасно. И если еще говорить про безопасность ребенка, то именно это кресло имеет новую систему, которая называется система SICT, и она располагается по бокам этого автокресла, для того, чтобы можно было дополнительно еще эту систему выкрутить из кресла, направить к двери, и если случится боковое столкновение, то именно эта система SICT поможет амортизировать боковой удар так, чтобы сократить воздействие этого удара на автокресло, ну и, следовательно, на малыша. Advance Fix ровно так же, как Dual Fix, в машине крепится при помощи базы Isofix, и что здорово, то база Isofix в случае этих кресел, она уже идет вместе с креслом, и ее не нужно докупать отдельно. Также здесь есть еще якорный ремень, который пристегивается дополнительно к спинке и подголовнику самого кресла, и цепляется при помощи крюка с задней части кресла. По мере того, как растет ребенок, и по мере того, как родители меняют способ пристегивания ребенка, уже ненужные части этого кресла, они могут очень удобно храниться в задней части, в спинке этого кресла, там есть специальное место для этого. Посмотрев на это кресло, оно действительно очень удобное, очень просторное, и оно, кстати говоря, занимает немного меньше места в машине, чем, например, Dual Fix, поскольку Dual Fix имеет вот эту систему проворота 360 градусов, есть у него регулируемая нога, и эта вся система, она, конечно же, занимает немного больше места. В моей новой машине этого места оказалось не так много, именно поэтому первоначально мы решили взять еще одно кресло от Britex Romer, для того, чтобы поместить его именно в мою машину. Dual Fix, мною горячо любимый, он отправится в машину моего мужа, и мы продолжим им пользоваться, поскольку это действительно великолепное кресло, и расставаться с этим креслом я не намерена ни на секунду. С точки зрения гигиены и чистоты этих кресел, тут тоже все в порядке, поскольку все чехлы, они съемные, их прекрасно можно снимать, стирать при 30 градусах даже в стиральной машинке, и для того, чтобы эти чехлы снять, постирать, ровно так же, как и накладки на ремни, нет необходимости снимать все кресло, это очень легко можно сделать с установленным креслом в автомобиле. Наша задача сейчас установить Advanced Fix в мою машину, и по истечению некоторого времени использования этого кресла, буду давать вам свой отчет, как это кресло себя ведет, как оно работает, довольна ли я им, какие преимущества я заметила, может быть, какие-то минусы, но в целом уже сейчас я понимаю, что это кресло, оно ровно так же, как и Dual Fix, с нами останется, как я уже сказала, на долгое и долгое время. Я сейчас буду двигаться так, как мне комфортно, и посмотри, что у нас получается. Ну вот так мне очень комфортно. Нет, ну ты так легла, как будто ты в бизнес-седании. Я прошу прощения, давайте более как-то, ты даже дальше, чем я-то двинулась. Ну как-то так. Сейчас удобно? В общем, тебя нужно будет посадить в это кресло, но мне сейчас, да, нормально. Хорошо, давай. Что у него с ногами? Покажи. Есть место? Ну в целом, да, вообще изначально вот так сделала. Вот так? Ну супер, так, хорошо. Вот, это оставляем и смотрим, что у ребенка. Ну, расстояние еще есть. Ну, в общем, можно так оставлять, Арс, так комфортно, нормально. У нас спортивный вариант Q3, то есть это спортбэк. У него есть вот здесь скос крыши, и следовательно, место на заднем ряду, конечно же, намного-намного меньше. Плюс ко всему багажник достаточно вместительный, и он еще забирает место здесь в салоне. Тут, видите, расстояние совсем маленькое. Ну, в общем, конечно же, любишь Audi Sportback, терпи, что места сзади достаточно мало. Хотя его стало, как я уже сказала, немного больше, чем с Dual Fix. Поэтому, Dual Fix, спасибо тебе за службу в моей машине. Ты отправляешься в машину у моего мужа и будешь там продолжать возить моего малыша в те моменты, когда они с папой куда-то уезжают вдвоем. Ну, а мы в этой машине остаемся с Britex Romer Advanced Fix 4R. Наше новое прекрасное кресло. Ну, что ж, безопасного и комфортного нам пути. Так, подружки, котенок проснулся. Смотрите, какая у нас тут первая штука, которую я хотела вам показать. Называется залипайка. Это реально залипайка. Я на самом деле не знаю, для кого больше залипайка, для мамы или для ребенка. Короче, суть в чем. Здесь вот такая вот папка, и тут можно набирать вот такие вот игры. На липучках по собственному желанию. Каждую папку можно вот абсолютно по возрасту, интересам ребенка собрать. У меня таких две, и я тут постаралась прям собрать все. И вот мы тут с ним играли. Ну, например, здесь у нас лесные звери. Смотри, котенок, значит, что мы делаем с тобой? Мы снимаем медведь. Держи, вот сюда ставим. Это лось. Волк. Кабан. Звинка, которая живет в лесу. Совушка. Уху. Уху. Лиса. Давай, отрывай. Белочка. Так, ежик. И зайка. Залипайка. Вот, ну давай, теперь попробуем с тобой в домики вернуть. Давай, лису. Куда ты прилепишь лису? Правильно, лиса сюда. Так, молодец. Ежик. Куда ты прилепишь ежика? Давай, показывай мне. Так, ежика куда? Где ежик живет? Где домик ежика? Давай, сюда лепи. Опа. Зайка-залипайка. Куда ты его? Вот, сюда лось. Где живет лось? Правильно. А маленькая Белочка? Мам. Где Белочка? Свои орешки ест. Мам. Нет, это лисичка. А вот это кто? Здесь. Это Белочка? Мам. Давай сюда. Сюда. Так, давай. Вот, бам. А волчок? Где волчок? Мам. У-у-у-у. Давай сюда. Ну, лепи волчок. Волка на место. Ау-у-у. Вот сюда. Правильно. Волчок серенький. Кабан. Куда пойдет кабан? Сюда. Давай лепи его рядом с лосем. Или с лосем. Как правильно. Так. И Мишка. Куда пойдет кусалапый Мишка? Мам. Правильно. И сова. А, Наденья живет. Сова. Вот. Правильно. Давай посмотрим, что у нас еще есть. Тут у нас с тобой на лугу. Кто живет на Северном полюсе? Так, машинка. Давай возьмем что-нибудь такое классное. Сейчас мама найдет. Эмоции. Туфельки. Можно составлять пару. Тут у нас, подожди, давай покажем по-другому. Гигиена. Потом, что можно увидеть в небе. Погодные явления. И твое любимое. Машинки. И рабочий транспорт. Смотри, какая круть. Потом, что в доме. Кто в доме хозяин инструмента. И тут всякие. Ооо. Ну, давай попробуем поставить. Значит, кто едет. Кто летит. И кто плывет по морде. Так, у второй папки у нас здесь животные. Это здорово, потому что здесь можно развивать речь. И с ребенком повторять звуки и буквки. Потом у меня здесь овощи. Фрукты. Здесь очень классно. Что съедобное, что несъедобное. То есть ребенку можно предлагать попробовать разместить еду и несъедобные предметы на стол. И узнать, знает ли он, что есть можно, что нельзя. Цвета всякие разные. Потом есть тона. То есть здесь нужно крылышко добавить конкретному тону бабочки. Так, цифры. И еще другие цифры в виде животных. Потом здесь уже для деток постарше. То есть можно на дерево отсюда брать цифру. И тогда он будет добавлять яблочки. Соответственно цифры, которые на первом дереве. Ну и тут можно плюс-минус и так далее, что больше-меньше. И еще алфавит. Ну вот такие вот у нас тут залипайки. Мне кажется идеальная игра для любого ребенка. Тут реально можно застрять. Так что подруги берите на заметку. Ссылка в описании видео. Давай. И очень круто, что они ламинированные. То есть это означает, что они будут служить ребенку очень долго. Это здорово. Так, а еще у нас вот такие вот штуки. Буквально сегодня мы ездили за нашей посылкой в Аланте. И я вот прям зашла в магазин и купила ему книжку «Динозавры». Потому что наша последняя вот прям новейшая любовь – это динозавры. И все, везде где есть динозавры, ребенок просто в полном восторге. Короче, с этой книжкой мы тоже залипаем сегодня весь день. Вот такая вот классная книженца. И потом здесь, это моя любимая детская пресс. Вот такие вот развивающие карточки у нас животными. И вот на этих карточках написано на одной стороне название животного. И можно ребенку показывать. Мы как раз-таки сейчас пару раз уже сходили в зоопарки, в которых есть, ну, практически, наверное, большая часть этих животных. И также ребенку я показываю всякие разные фильмы на Ютубе с реальными животными. И здесь он может их распознавать. Поэтому он знает и крокодилов, страусов, там обезьян, гиен и прочих. Так, что тут? Это курочка, мама курочка и ребеночек цыпленочек. Так, а это кто? Гусь. А гусь говорит га-га-га. Га-га-га. А это кто? Индюк. Ге-га. Петушок. Это петушок. Свинка. Овечка. О, коровка. Кролик. Так, это бычок был, коровка. И ослик. И я, и я. Еще невероятная прелесть, которая будет для второго малыша, это вот такие карточки. Это метрика. Здесь называется. Это я. И тут у нас будут карточки. Можно снимать фотографии. Одного месяца. Двух. Ну и так далее. В общем, по месяцам можно будет делать фотографии. Я, конечно, Рэма делала каждую неделю. Ну, по месяцам тоже. Ну, в общем. Но таких карточек у нас не было. Очень здорово. Будем отмечать каждый месяц нашего будущего малютки. Да? Сколько у нас? До 12. Прямо до года. Класс. И также детская нам предоставила промокод на все их продукты. 10% скидка для моих подруг. Промокод Рэм10. Также напишу в описании видеоролика. Так, ладно. Пока котенок тут залипает своими карточками, жуками, динозаврами, я покажу вам, что у нас еще есть. Из штук для меня и также для будущего малыша. Так, из прочих полезностей мы сегодня заехали в Валант. И когда я заезжаю в Валант, тут сами понимаете, как говорится, пусти козла в огород. Когда мне говорят, выбирай то, что тебе нужно, я выберу. И стесняться не буду. Поэтому у нас здесь для будущего малыша и кое-что для Рэма тоже, я думаю, пригодится. В общем, есть вот такая вот красота. Из таких уже для нас известных продуктов, что у нас здесь есть, это пижамки Love to Dream. Им Рэм также пользовался. И на самом деле, в нашем долгом пути в поиске идеальной пеленки, идеальной пижамы, вот мы, как только нашли Love to Dream, поняли, что все, поиск увенчался успехом, и нашли вот сразу свои самые-самые идеальные. И самый главный принцип системы пеленания и пижам Love to Dream заключается в том, что ребенок с самого рождения может комфортно спать в пеленке таким образом, чтобы он сам себя не будил изо всех рефлексов новорожденных. И потом постепенно ребенок переходит на взрослые пижамы. И в этих пижамах круто то, что у них встроенное одеяло. Это означает, что ребенок спит ему комфортно. Если лето, то эта одеялка, оно более тонкое. И это определяется вот такой штукой, как ток называется. Единичка – это летнее, короткий рукав. И мама не волнуется за то, что ему жарко или холодно. И в целом до двух лет не нужно думать о одеяле. Что обеспечивает безопасность ребенка во сне. Но опять же, что касается совсем малышей, вот такие вот пеленки очень крутые. Они с ручками наверх. То есть малыш держит ручки наверх. И также он может эту ручку поднести к ротику. И если есть необходимость удовлетворить сосательный рефлекс, он спокойно может сделать. Это пижамки от 3,5 до 6 килограмм. То есть это такие на первые месяца. И потом нюборн – это одна такая пижамка от 2,2 до 3,8 килограмм. Ну то есть я не знаю, с каким весом родится мой малыш. Ну в общем, это вот на первое время. А ты там чего делаешь? Товарищ? Чего? Ну от тебя очевидно. Пеленочка уже не нужна, да? Вот, кстати, здесь на картинках и показано, да? Вот это первый этап, когда ребенок полностью пленается. Потом второй этап, когда можно отстегивать ручки и смотреть, как ребенок спит уже с одной свободной ручкой, а потом с двумя. И дальше у нас идут пижамки, либо спальные мешки, что тоже очень-очень крутая штука. Мы тоже долго ими пользовались. Ну а внешне вот так эта красота выглядит. Я помню, очень долго на них смотрела еще, когда Рэм только-только родился и как-то всегда обходила стороной, потому что я не понимала, как это дело работает. Оказалось, просто гениально работает. Очень мягкая ткань, приятная. Также подбородочек ребенка защищен здесь сверху специальной накладочкой, чтобы не защемить, не дай боже. Плюс ко всему, эта пеленка имеет двустороннюю молнию, что позволяет более удобно поменять подгузник ночью, когда ребенок спит. Ну и вот так выглядит взрослая пижамка. Их я уже показывала очень-очень много раз, когда Рэм ими пользовался. Их вы видели уже неоднократно. Ну и вот здесь ножки. Специальная вставочка, чтобы ножки не скользили, когда ребенок будет бегать. Ножки можно оставлять открытой или закрытой. И вот оно, стеганая вот эта одеялка. Ну и также двусторонняя молния. Очень здорово, легко можно ребенку в эту пижамку одеть, поменять подгузник. Ну и в общем. Это действительно наши самые любимые пижамы. И поэтому сейчас в ожидании второго малыша я даже не задумываюсь о том, какие пижамы выбирать. Ну я понимаю, что это вот прям беспроигрышный вариант. Поэтому так смело заказала сразу несколько штук для новорожденного. И вот одна такая, которую он сможет одевать. Ну это получается с года. Мой любимый Элоди. Я запаслась сосками. Вы знаете, что я из тех матерей, которые вот прям сразу. Можете мне не спрашивать, одну или две штуки покупать. Потому что знаете, что я отвечу, покупайте 10. Поскольку я как раз таки именно так и всегда делаю. Эти сосочки я очень-очень полюбила. Прям тоже ими до сих пор пользуются. И здесь всякие разные. Я взяла от нуля до трех месяцев и сразу от трех месяцев. Разные коллекции. Просто смотрела. Во-первых, которые мне нравятся. Визуальные внешне. То есть такие, которые есть с некими аппликациями. Тут мышка, жирафики. Потом еще другая мышка беленькая. И вот такие вот безумно нежные, красивые. Цветочные мотивы. И также вот такие вот органические из бамбука соски. Уже более таких нежных пастельных оттенков. Ну такие прям натурель-натурель. Очень такие клевые. Мне они очень понравились. Силикон здесь стоматологический или медицинский. Не знаю, как правильно его назвать. Суть в том, что форма этой соски и сам материал, он никоим образом не вредит малышу. Не портит его прикус. И, следовательно, можно безопасными пользоваться. В целом, если спросите, почему я выбираю для своих детей соски. Просто потому, что я понимаю, что таким образом ребенок легче может удовлетворять свой сосательный рефлекс. И также соска считается одним из методов профилактики внезапной смерти малыша. Для меня это очень-очень важно. И если есть хоть какой-то шанс предотвратить это жуткое происшествие, то, конечно же, я буду эти инструменты все использовать. Здесь еще беленькая вот такая вот красивая, ньюборн. И написано happiness is born. То есть счастье родилось. И также у нас клипсы. Я взяла вот две такие коричневые. То есть это потому, что много у нас сосочек вот прям таких земельных пастельных оттенков. И вот коричневый подходит им прям что ни на есть. Потом такая рождественская нарядная. Ребенок родится в конце сентября. А там рождество и недалеко. И потом еще вот такие вот клипсы голубенькое с ушками зайки. Потом к светленьким такая вот персиковая оттенка. Кстати говоря, я вообще не против мальчику таких оттенков вещи покупать. И также мой любимый принт от Elodie это Wild Paris. Его я очень-очень люблю. И если говорить еще про соски и про игрушки. От Манчкин я вот тут увидела вот такую вот красоту, которая привлекла мое внимание. Я поняла, что вот это прям может оказаться ну очень полезной штукой. Это два новых стерилизатора, в которых внутри есть медицинские LED лампы. И которые помогают, во-первых, стерилизовать за одну минуту соски. То есть сейчас уже можно не кипятить их. Хотя у нас стерилизатор также имеется. И вот такая вот красота для стерилизации игрушек, в том числе и плюшевых. Вот это, дорогие мои подруги, мне кажется, дико интересная штука. Давайте откроем и посмотрим, как же она работает и что из себя представляет. Потому что я не имею ни малейшего представления. Ну вот, подруги, смотрите, какая красота. Я, честно признаться, вот такую круть прям даже не ожидала. И мне, как уже, ну, может быть, можно сказать, чуть-чуть опытной маме, мне дико-дико интересно, как на деле эта штуковина будет себя проявлять. Окей, первое. Распаковав, что я вижу? Во-первых, это нереально крутое качество и очень красивая вещь. То есть отделка, материал, цвет. Ну, это вот прям все, как я люблю. Знаете, мне вот все беженькое, серенькое, беленькое. И все, мне в жизни больше ничего не надо. Сбоку есть здесь два кармана, которые закрываются или открываются при помощи молнии. Ну, собственно, сюда, очевидно, можно положить всякие мелочи. Ну, или те же самые сосочки, которые нужно стерилизовать. Итак, сам стерилизатор. Что из себя представляет? Здесь есть кнопка, я так понимаю, при нажатии которой он включается. И в задней части здесь есть провод для зарядки этого стерилизатора. Ну, и, в общем, открыв эту красоту, здесь мы увидим вот что. Тут прям все серьезно. Медицинские лампы. Вот так они выглядят. И вот эта вся прелесть стерилизует наши сосочки, наши игрушечки. И, в общем, все, что ребенок может уронить. И все то, на чем размножаются всякие разные микробы. Сейчас посмотрим, как это работает. И потом вот вторая штуковина. Маленькая. Посмотрите, на ладошке моей помещается. Это вот просто, мне кажется, Манчкин гениальная компания. Это портативный стерилизатор для сосок и мелких предметов. Вот здесь, открыв верхнюю крышку, да, видим три батарейки, обычные пальчиковые. Вот при нажатии кнопки мы открываем маленький стерилизатор. Здесь, кстати, проводочек тоже прилагается в комплекте. И вот так он выглядит. В это дело все помещается. Соска. Крышка закрывается. Нажимается кнопка. И это в течение одной минуты стерилизуется. Во время прогулок, поездок в машину, да, в принципе, куда угодно вот такую вот штуку взять. И когда ребенок, например, роняет соску или мелкую какую-то свою, не знаю, штучку, нибблер, что еще там, силиконовый, может быть, прорезыватель, вот в такую штуковину положила, и все, бед себе не знаешь, и вещь у тебя простерилизована. Ну, это прям, почему никто раньше этого не придумывал? Манчкин, вы просто крутые. В комплекте здесь есть адаптер от Манчкин, провод, который отправляется в розетку. Ну, и после подключения она готова к использованию. Просто нажимаем на кнопку, и она начинает мигать. Это означает, что процесс стерилизации начался. И вот в течение пяти минут этот стерилизатор проверенным медицинским способом очистит мелкие предметы, игрушки, соски и прочее от 99% бактерий. Тихо, безопасно, быстро, без вредных химикатов. И причем также убивает устойчивые запахи, которые также порождают вредные бактерии. Ну, мне кажется, очень здорово. Как только ты открываешь, стерилизатор выключается, если нет терпения. Ну, здесь лучше, конечно, подождать полное время, и весь цикл работы этого стерилизатора. Ну, что ж, я прям впечатлена. Очень крутая штуковина. Ссылку также оставлю в описании. Так, ну вот, и вторая маленькая штучка. Подключила ее к проводу, и это означает, наверное, что она заряжается. Могу точно сказать, что все-таки есть продукты, которые меня сильно удивляют. И это прям вот полный восторг. Очень круто, манечкин. Прям удивили. Класс. Следующая штуковина, которую мы купили, это Алила. Ну все, подруги. Считайте, я в секте этих зайцев. Я как-то вот рэмбл маленький, вы знаете, кто смотрит мой канал. Я все как-то противилась и не покупала эту игрушку. Зачем? Не знаю, почему, по каким причинам. Ну, просто не покупала, и все. Хотя все мои подруги пользовались этим зайцем и были в полном восторге. И говорили, что это лучшее, что они покупали из игрушек своим малышам. Ну вот, посмотрите на этого ребенка. Котенок. И что такой восторг, ты мне расскажи? Значит, сзади здесь есть хвостик, который поворачивается и начинает петь. Уши силиконовые, их можно грызть. В общем, я так понимаю, что эта игрушка сейчас будет для Рэма. Потом, может быть, он поделится с младшим братом. Ну здесь, я так понимаю, что очень много всего внутри. Он работает без батареек. У него здесь 40 песенок, 10 сказок, потом 50 всяких разных звуков, цвета и прочее. Вот еще, смотрите, какая увлекательная штука. Удерживаешь 2 секунды на цвете, вот такие штучки тоже включены. И он распознает этот цвет. И на ушках тоже меняется цвет. Ну круто. Так, в комплекте также пробы для подзарядки. Серый волк. Так, потом, что еще из супер классных штук? Это, конечно же, одежда для новорожденного. Но не смогла я пройти мимо очередной коробки Аталант. И я поняла, что вот эта новинка мне нужна. Первая вот у меня такая шапочка для новорожденного. Это дизайн печенек. Сама шапочка молочного цвета для самых-самых маленьких. И тут нарисованы печеньки. И, конечно же, прелесть коробка. Я вот прям обожаю. Дайте мне коробку. Какая красота. Вот такой комбезик тоже весь в печенюшках. Давайте так вот будем разбирать и показывать. Господи, какой он маленький. Какой ты маленький. Ну вот такая вот красота. Очень-очень мягкая нежная ткань. Редко, на самом деле, когда я вот встречаю такую нежную ткань в маленьких бодиках. Вот прям очень редко. Несмотря на то, что, ну, понятное дело, что для малышей. Значит, что у нас здесь имеется? Кнопки сбоку. Ножки в этом случае закрыты. Ручки с антицарапками встроенными. Это очень здорово. В общем, вот цветы очень крутые. Я думаю, будут сочетаться с теми, которые у меня уже есть. Потом здесь еще бодик. Этот уже без ножек. Вот. Для штанишек. Такая же прелесть. Ай, я не могу. Какая красота. Так, потом антицарапочки. Еще одни у нас будут. Вот здесь чепчик тоже для вот только-только родившегося малышоныша. И также здесь у нас распашоночка. Кстати, швы все наружу. Это для новорожденного малыша. Его чувствительная кожа очень-очень важно. Потом также здесь есть еще одна распашоночка. Она уже с закрытыми ручками. Вот эта была с открытыми. А вот эта распашонка с закрытыми. И штанишки. Очень здорово. Штанишки с ножками закрытыми. Тут можно будет комбинировать вот как прям захочется. Все, что я показала. Вот такой объем одежды. Семь артикулов, если не ошибаюсь. Продается вот в таких вот коробках. Очень удобно. И здесь у меня размер 56 сантиметров. Для малыша, который только-только родился. Очень круто. Также есть, конечно же, возможность все это комбинировать отдельно. Покупать отдельно каждый предмет. Но в моем случае вот такая вот коробочка и семь предметов. И также отдельно здесь вот такая вот шапочка, которая также подходит к этому стилю. Эй, ты, мелочь пузатая. Что ты там делаешь? С своим зайцем новым. Что у тебя еще тут? Вот, кстати, у нас еще такие вот мобили от Элоди. Это наш слоник. Есть у нас еще птичка и жирафики, да? Вкусно, котенок? Очевидно, очень вкусно. И вот еще такая красота у меня от Baby Burn. Это рюкзак для малышей. Вот в таком вот безумно красивом сером цвете. Это, кстати говоря, новая модель, которая называется Эри Мэш. И только-только она появилась в магазине. Как раз-таки в этом варианте, в этом цвете. И вот выглядит она. Вот так. Смотрите, какая красота и прелесть. Просто невероятно. Я, в связи с тем, что второй ребенок-то родится, намерена чаще носить его на себе. Особенно, когда мы будем гулять с Рэмом. И мне нужно будет следить вот за этим товарищем. То, мне кажется, вот такой вот рюкзак, он будет что ни на есть самым лучшим помощником. Помимо нашей двойной коляски Bugaboo Donkey 3. Что у нас здесь имеется? Значит, здесь все сделано, как я вижу, очень-очень качественно. Вот так вот отстегиваются. Достаточно легко вот одной рукой. Держу камеру в одной, другую отстегиваю. Здесь крепление. Ткань действительно дышащая. Видите, поскольку она вот такая в виде сетки. Серый, очень красивый такой серебряный оттенок. Ну и так это все дело выглядит. Ну, что я могу сказать? Все, что от BabyBurn, все безумно качественное. И все очень-очень красиво сделано. Для того, чтобы и маме, и ребенку было не только удобно, безопасно, но и также приятно пользоваться их продукцией. Видела от других мамочек уже много обзоров именно на этот рюкзак. И все как одна говорят, что он очень-очень хороший. Поэтому, ну, будем мы на себе тоже проверять, смотреть, как он работает. И уже когда малыш родится, буду вам больше про него рассказывать, показывать, как он работает. Но в целом, у меня даже сомнений нет, что это будет очень удобный и классный рюкзак. Здесь также есть вставка для новорожденного малыша. То есть здесь он безопасно будет находиться, не травмируя позвоночник, не травмируя шею. То есть ближе к маме и в абсолютной безопасности. Ну, это очень здорово. Класс, Рэм, смотри, какая штука. Надо посмотреть, кстати, может, у тебя сюда можно еще поместить этот рюкзак. И, если есть необходимость, тебя на спину одеть. И хопс, и все. И будешь с мамой гулять. Никуда уж точно не убежишь, да? Или в коробке будешь находиться, котенок. Давай-ка посмотрим. Вот разные варианты их рюкзаков. Манеж. Шезлонг. Такой у нас уже есть его, просто любимый бажан. Также горшок. Круто. Ну, вот здесь инструкцию посмотрев, я уже понимаю, что этот рюкзак, вот прям все, что тебе нужно в жизни. Потому что вот от Ньюборна можно ребенка к родителю лицом головушку закрыть, если он спит. Потом, когда он подрастает уже с 62 до 68 сантиметров, вот уже ножки у нас торчат. Можно и лицом к миру. Потом дальше от года на спине. Ну и, как я понимаю, в общем, сколько влезет, столько и носи. Ну, коробки у них тоже качественные, как вы можете видеть. Ребенка увлекают. Так, и последняя штука, которую я хотела вам из полезности сегодня показать, это вот такие вот бандажи, животики для мамы беременной. Нашла эту штуку на Озоне. Компания называется, не знаю, если правильно скажу, Фест. Это российская компания, которая вот сделала вот такие вот бандажи. Почему я его взяла? Во-первых, потому что после визита к моему гинекологу оказалось, что живот мой очень большой, на две недели опережает срок. Поэтому она уже посоветовала задуматься на тему бандажа. И так как у меня в Риге есть уже вот такой вот прям беременный-беременный бандаж, второй покупать вот просто на месяц я не хочу, так как через месяц мы окажемся уже в Риге. И плюс ко всему, все-таки живот большой, но недостаточно большой, прям для беременного бандажа, который я буду носить вот вплоть до родов. Поэтому я решила, что мне нужно найти какой-то такой легкий вариант, который можно будет носить до того момента, как я доберусь в Ригу и смогу уже пользоваться своим беременным бандажом. Почему взяла этот? Во-первых, потому что он легкий, хлопковый. И вот эта вставка на живот, она вот прям встает так, как мне нужно. Там есть разные размеры, но в целом очень-очень удобно. Плюс ко всему, здесь этот бандаж, он очень легенький. То есть эта резинка, она здесь присутствует, но в то же самое время она, знаете, не такая дубовая, и она не будет сковывать. Я помню в прошлый раз, несмотря на то, что мне было дико тяжело, я частенько бандаж свой снимала, потому что он мне мешал еще больше, и мне было еще тяжелее с этим бандажом. В этом случае вот я уже поносила его где-то неделю, наверное, и я могу сказать, что когда я его одеваю, у меня есть желание затянуть эту резинку немного туже, но она уже на максимуме. Когда вечером я его снимаю, я прям ощущаю, что он живот поддерживал. В то же самое время он его не сковывает, он мне не мешает, и в целом очень-очень комфортно в нем себя чувствую. Плюс ко всему, на Азоне была очень приятная скидка. Стандартная цена у него что-то типа 1800. Я купила один за 900 рублей, наверное. Ну, в общем, очень хорошая скидка. Я купила несколько у меня бежевый, потом телесного оттенка. Я взяла два черных, и еще, по-моему, белый у меня есть. Так что, подружки, если ищете вот такой вот легкий вариант первого бандажа, мне кажется, достаточно достойный такой вариант. Ну, по крайней мере, мне он понравился. Ссылку тоже оставлю в описании видеоролика. Котенок, ну что, все показали? Короче, подружки, это все мои полезности, которые на сегодня я хотела вам показать. По-моему, очень даже клево получилось, потому что я действительно сегодня как-то особенно довольна всеми этими покупками. Особенно меня впечатлил Манчкин со своими стерилизаторами. Удивительным образом, Алила прям суперзаяц. Я думаю, что будут играть с тобой как младшие, так и старшие. И также залипайка, просто невероятная штука для детишек постарше с разными играми, которые родители могут собрать по интересам ребенка. Каждая игра, каждая страничка покупается отдельно вот в эту большую папку. Это просто очень крутая штука. Потом Алант своей одеждой очень клевой. Бэйби Берн со своим безумно красивым рюкзаком. Бритекс Ромер, конечно же, с нашими автокреслами. Ну вот сегодня это все меня безумно порадовало. И я вот прям чувствую себя намного больше готовой к появлению второго малыша. А этот маленький котенок уже готов ужинать, да, пупсик? Пойдем мы с тобой есть. На сегодня с вами, подруги, прощаюсь. Все ссылки на всю эту красоту оставляю в описании этого видеоролика. Проходите, смотрите, ищите. Пользуйтесь в удовольствии. Надеюсь, вам и вашим малышам также эти вещи понравятся и принесут большую-большую пользу. Ровно так же, как и нам. Ну а мы пошли ужинать. Скажи пока, подружки. Пока. Увидимся с вами в следующем нашем видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok